и так привет с вами друзья гости канала всем огромный привет значит так вчера я бегал с камеры которая у нас называется gopro max и до сих пор монтирую не могу ее домонтировать уже целые сутки сейчас мы просто попробуем с вами пробежаться и заснять все в линейном формате посмотрим что из этого получится поэтому ребят давайте потихонечку и сейчас мы с вами начинаем одеваем мы сами на голову и потихонечку сейчас мы выровняем чтобы все было идеально все все было хорошо ну что и давайте пробежимся по маршруту угол будет этот раз линейный не широкий и наш маршрут на сегодня добежать наборского порта это первое и второе вернуться через улицу новогинская что из этого получится пока не августа сегодня выбежал на час позже потому что типы сегодня суббота сейчас секундочку поправлю да вроде бы вроде бы камера правильно стоит секунду секунду надо посмотреть правильно для угла нет или неправильно стоит все вроде правильно все ребят побежали ну и в общем сегодня суббота как бы поэтому если не на полчаса поспал более дольше и все утро занимался метажом видео видео двоимена сейчас у меня происходит обработка на двух макбуках по одной простой причине потому что потому что видео в 5 и 7 к 360 градусов занимает очень много времени очень много немножко болит нога блин поэтому я сегодня хотел бежать то чтобы все поставил пока цель бегать через день а проснулся вроде бы ноги не так сильно болят и думаю ну значит повод пробежаться вот почему я не люблю раф 4 потому что на пешеходном переходе столько мест не знаю а вы еще говорите посмотрите как у нас обстоит дело это не центр сочи ничего мест как у друга мохорки видно свежая разметка готовится где то мая только для кого это если никто у нас не гуляет ну что сейчас мы с вами продали им то место где самая сильная загазованность не потихонечку побежим дальше то скажите как вам качество съемки мне интересно от вас обратная связь поэтому поэтому не стесняемся не стесняемся пишу кстати сейчас уже пожарче бежать все-таки в 7 утра самое оптимальное время для бега сейчас уже чувствуется определенный комфорт определенный комфорт есть вчера ездил по всему городу никаких полицейских не видел которые ходили бы и пытались кого-либо штрафовать но мы сами потихонечку двигаемся дальше сегодня не стал брать наушники просто сейчас буду бежать вдоль реки а там просто потрясающие звуки действенной природы ну и конечно эти звуки мне очень сильно нравятся как вы видите машин у нас много и это суббота все куда-то едут ну вот так то и тестируем камеры но это уже клиника ребят чтобы идти по улице с утра одеть перчатки одеть маску это клиника сто процентов это просто клиника этим все сказано сегодня хорошая погода для видеосъемки проедусь еще не поснимаю да и на квадрокопте можно уже полетать расчехлить вчера я бежал с камеры гопро макс обратно возвращался вдоль торгового центра маримол попробую сегодня все-таки загрузить смонтировать данный видеоролик сумочка да стало колокольчик круто ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Может быть, попробовать здесь, в реке, рыбку половить? Если бы у меня сейчас папа находился в Сочи, он бы обязательно попробовал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вон, для собак есть раздолье. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Немножко икры подзабиваются. Посмотрим, что получится дальше. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Смотрите, ребята, как классно. Красота. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, бежали дальше. Просто небольшие видеоролики снимаю в том числе и для Инстаграма. Потому что, как показала практика, Инстаграм более надежный инструмент для продвижения. Потому что в Инстаграме я могу сразу оперативно выкладывать фото, видео интересных квартир. И пока я смонтирую на Ютубе, уже эти квартиры обычно проданы. Поэтому, ребята, если кто-то еще не подписан на Инстаграм, но мой, подписывайтесь, не стесняйтесь и будет вам счастье. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Там самые горячие новости появляются гораздо раньше. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Всего лишь 2,2 километра пробежали. Очень мало. Пока это очень мало. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, ножки уже забились. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Некоторые мне пишут в комментариях, типа, заведи себе дом и работай в доме. Больше будет толку. Ну, ребят, как бы не нужно мне навязывать свою точку зрения. Если вам нравится работать в доме, покупайте себе дом и работайте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я сейчас понимаю прекрасно, что я не хочу быть рабом, в частности, в своем доме. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И я люблю свободу. Я хочу в выходной день не на огороде помирать, как придурок конченый. А хочу сходить на рыбалку, съездить в лес, подняться в горы. Это мое. А все остальное не знаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, все равно, да, приятно, когда пишешься в центре Сочи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И тебя птички, пердички. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И говно автомобиля, который считает, что выхлоп этот у него крутой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не знаю, я бы лишал прав. Сколько таких идиотов по России. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Поэтому я бы лишал прав. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Смотрите, какая красота. Красотища. Смотрите, какая красота. Да, красота. Все, ребята, извиняюсь, я что-то задумался, ушел в себя, перестал говорить. Конечно, хочется жить в этой локации, в жилом комплексе Пионер, в жилом комплексе Парь Горького, чтобы можно было сразу убегать на такую потрясающую дорожку. Ну, увы, я понимаю, что ценник слишком космический. Ну, уже было всю жизнь ни херней заниматься. Не работать там в педагогике, в юросети и так далее. А чем-то заниматься глобальным. Либо свой бизнес организовать и так далее. Кстати, многие спрашивали про свой бизнес. Да, я пришел к этому. Карантин мне помог. Скорее всего, буду организовать свой бизнес. Но это такой маленький секрет. Первый шажочек, уже начиная к этому делать. Наверное, придется взять ответственность, набрать себе команду. И вперед с песней. И так, сейчас мы потихонечку подбегаем к жилому комплексу резиденция. Летняя, которая находится в Адлии. Вы это узнаете по низким потолкам. Даже страшно подпрыгивать. Думаю, что я тут башкой, как дашь? Ну и вот. Я же говорю, весь Сочи в туннеле. Иногда хочется взять самокат. Честное слово. А еще лучше был свет. Такая красота, ребята. Вы это видите? Эта часть, конечно, набережной хорошо сделали. Респект администрации. 150 ударов. Многовато, конечно. Наверное, потому что обзор идет толстая скотина. Которая весит больше 100 килограммов. Ничего, прорвемся. Прорвемся, ребята. Красота. Красота, красота, красота. Тут, в принципе, погулять, да? Можно. Обалденно здесь. О, волк. Или у меня уже глюки. О, наследие собаки. Чуть не сожрали меня. О, все на спорте. Ну что, ребят. Вот мы потихонечку с вами уже 3,7 километра пробежали. Круто. Потихонечку-потихонечку преодолеваем расстояние. Посмотрим, что из этого получится. Ну вот, как бы, 23 минуты мы почти добежали до работы. Кто-то нам еще говорит, что я живу в жопе мира. Где вы еще сможете до самого центра Сочи добежать 25 минут, а? Может, с Мамайки получится у вас. А может, с Донской. А может, с Тесауленко. Вот. Поэтому, перед тем, как комментировать, откройте карты, посмотрите видеоролики Максима Коломейцева. И уже форма ориентируйтесь, кто в какой жопе живет. Во всяком случае, если нужно, я возьму спокойно по такой дорожке до парка Ривера дойду. что не сможет ни один человек, который живет ни на Исауленко, ни еще где-нибудь. Вот как бы так. Велодорожка. Ночью здесь все подсвечивается. Супер. Ну и тоже для тех комментаторов гулять негде. Ну, наверное, даже если идти не спеша, то до набережной, вот этой набережной, у меня от моего дома эти 15 минут. Я могу поспорить, что там воздух будет гораздо лучше, чем в 90% в ваших городах родных, где вы сейчас не находитесь. Поэтому такие рода комментарии, это, скорее всего, крик о помощи, о том, что вы до сих пор живете непонятно где, дышите непонятно чем, и при этом пытаетесь оправдать свое бездействие тем, что делаете высеры такого рода в комментариях. Вот весь ответ. Вот, кстати, подбежали мы к Космопорту, ворд-классу, и здесь действительно круто. шел по дороге, лыжи добрали, эти палки остались, поэтому точно нужно быть аккуратным. Не на ее слушать дебильную музыку, еще и демонстративно, как будто там стоит не знаю, супер-мега установка и качает, блин, от души. Кстати, ветерок, хорошая проверка для аккумуляторов, ой, для микрофонов. Круто. Круто, круто, круто. Ну что, полпути готова, сейчас немножко ноги встряхнем и пробежим в сторону порта, посмотрим, что там интересного будет. Ну, как бы так, такие-то у нас пробежки по времени бегали уже 27 минут. Ну что, ребят, поднялся сильный ветер, давайте попробуем еще немножко пробежаться и уже с вами бегаем 29 минут. Ну и теперь потихонечку, наверное, будем отправляться в сторону дома. 4,6 километра получилось. Ну что, давайте посмотрим, что же здесь такого интересного есть. Итак, наша работа наконец-то появилась вывеска элитной Сочи. Уже проработал 4 года, считаюсь стариком, пенсионером и просто боженькой. Соответственно, здесь у нас есть хороший ресторан, тоже рекомендую, можно сходить, поесть. Сам прикол, что народу никогда тут нет, потому что ценник безумно высокий. Соответственно, вот мне те самые кораблики. вчера я пытался прорваться на набережную, так и не получилось, потому что все было в красной ленте. Это у нас электрическая фигня. Ну и соответственно, вот мне вдоль дорог красивые тропаны. Просто супер. Просто супер. Обмысляем потихонечку. Продолжаем. вот 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 все самые кораблики обычные в то время. Здесь очень много рыбаков, но всех разогнали. ветерок сильно поднялся. красиво. Все-таки, ребята, здесь красиво. давайте немножко для инстаграм сниму. Красота. Субботнее утро в Сочи. Ну что, побежали дальше. Когда-то поставил цель себе купить вот такую небольшую лодочку, яхточку, не знаю, как это назвать. Ну, типа, такое что-нибудь. потом два раза покатался, не знаю, в общем, рыбок покормил. Те, кто катался, меня поймут. И сказал, нафиг мне это нужно. И, в общем, мечта сразу же аннулировалась. Все, там у нас охрана, бегать нельзя, поэтому побежим в обратную сторону. в обратную сторону. Ну что, тяжело сегодня дается пробежка, если честно. Прямо очень тяжело. Все-таки, наверное, пока надо бегать через день. вот эти всегда с утра убирается. Ну что, давайте попробуем пробежаться немножко в другом месте. Может быть, набережная открыта. Ну, мало ли что. Давайте немножко помечтать. пока вижу, что закрыто. А вот они, полицейские, пошли первые. Видите? Дружинники. все в ленте. Наверное, не получится пробежаться по набережной. Вот на полицию. Если я перед полицией побегу, это будет совсем беспредел. о, ребят, там и ОМОНовцы, все, кому не лень. фу, блин, фу, нафиг. Туда я точно не побегу. Давайте сейчас потихонечку по той стороне пробежимся. Там слишком много. Не знаю, видно вам или не видно. Я ОМОНовцы, полицейские. В общем, от дырка подальше не хочу. Посмотрите пока на эти прекрасные чесы. Действительно круто. тоже их сниму. Красота. Ну и потихонечку сейчас пробежимся. Все. Все, разрешен. Теперь давайте пробежимся немножко по другому маршруту. По улице Новогинская. Все, конечно, центр Сочи хорош. Морской вокзал. Много зеленых человечков. Макдональдс, который несет убытки. вообще. Еще. В принципе, вещество который сейчас не Ну, в принципе, вот мое Отвечество вы что-то а уже В Да, вот так вот с вами и петляем, влево-вправо, влево-вправо. С левой стороны красивое здание была полиция. Ну и мы сейчас спускаемся в подвал. Пора по дорогу. Ну что, ребята, все потихонечку. Ну таксисты, у них специфический товар колхозников. Вы понимаете, мат на мате. Красота. Смотрите, да? Это просто потрясающее место. Самый-самый центр в Сочи. Сильно круто. Красота. Это, конечно, одно из тех мест, где каждый обязательно должен хоть раз в жизни, кто приезжает в Сочи, прогуляться. Сильно хорошее место. Шикарное. Я не пойму, почему у нас сейчас осень. Почему падают листья. Это мне пока не понятно. Как видите, особо полицейских нет. Народа тоже особо нет. Может, суббота, утро. Хотя я сейчас прибегался здесь примерно на час раньше. Но ситуация была та же самая. Администрация Сочи. Поэтому все у нас заболелись бароновирусом. Ничего хорошего в этом нет. Посмотрите, какие обалденные пальмы. Ну-ка, ребята. Мне тоже хочется это все-таки заснять. Ну что, пролежемте. Побежали дальше. Все, конечно, хорошо. Но нужно бежать. А потом мне хейтер скажет, ага, ты останавливался. Да, ребята. Я останавливался. Потому что я как та девочка с инстаграма. Которая не может мимо пройти что-то красивое. И самое печальное, что я эту красоту вижу каждый день. Но... Такое ощущение, как будто я живу в Ворстке и понимаю, что в один прекрасный момент эта красота может исчезнуть. И поэтому как бы хочется эти самые приятные моменты запечатлеть в своей жизни. Ну вот как бы так. Сейчас еще стал подумать про велосипед. Потому что прикинул. Говорят, что за час можно проезжать по 70 километров. А это означает, что в принципе, если взять велосипед, то можно было вам показывать гораздо больше. Можем бы, например, проезжать в сторону Догомыса. Можем бы проезжать в сторону Красной Поляны. И так далее. Поэтому думаю про велосипед. Хороший велосипед стоит денег. Там 300 тысяч, если не ошибаюсь. А на плохом велосипеде ты замучиваешься ездить. Все-таки хочется разнообразить контент. Плюс еще хочется все-таки. Я так прикинул, думаю, нафиг я экскурсии снимаю с автомобиля. Когда я могу экскурсии снимать непосредственно с велосипеда. И буду убивать двух зайцев. Показывать вам дороги. И с другой стороны буду заниматься спортом. А что такое спорт? Это собственно соревновательная деятельность. Красота, конечно. Красота. Просто обалденные пальмы. Просто супер. Показывает на русском. Попробую. И сюда. И еще раз. И сюда. 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 Ну вот, потихонечку мы сами подбегаем к железнодорожному вокзалу, не, конечно, на полтора месяца просто взяли и убили весь бизнес, весь заработок, я, конечно, не понимаю. Лично я рассуждаю так, я, наверное, лучше бы выбрал сдохнуть, чем умереть от голода или мучиться от голода, или еще чего-нибудь, если устоял бы выбор. Многие все становятся тяжелее, тяжелее и тяжелее. Все, видите, армянские таксисты-голхозники через слово мат в них, я не знаю. Разговаривали бы, то есть матерились бы по-армянски, да, чтобы люди не слышали, а так, о всех таксистов и мне неплохое. Где сейчас не пробегали, по-моему, таксисты везде, трехэтажный мат. Это ж ненормально. Что ж, совсем разучились разговаривать по-русски, что ли? Это ненормально. Тяжелый вокзал. О, грязная машина. Вот, тоже опять мат слышу. Ну, просто жесть. Ну, реально. Я, например, к таксистам очень хорошо отношусь, но тем таксистам, которые ценят своих клиентов, которые, которым нравится их работа, которые уважают свой труд, а не те, которые разговаривают на мать и так далее. Ну что? Побежали. Спасибо. Спасибо. Спасибо, человек, что разрешил перейти. Как видите, ни у кого табличек нету. Карантин. Поэтому в Сочи забили на этот карантин. А вот одна машина ГАВ. Остальные все без должных табличек. Продолжение следует... ну что потихонечку, потихонечку дальше кстати, вот видите, зелененький Ford Mustang вчера весь вечер перелопатил и опять загорелся а вот с погодой, когда началась хочу опять кабриолет но в этот раз я решил, что я хочу в Ford Mustang просто, просто загорелся посмотрел, есть одна машина в Омске за два с половиной есть в Краснодаре где-то еще есть в общем, на Друми сейчас смотрел не знаю, загорелся я а, ну и в Питере есть 2016 год два с половиной миллиона ну не знаю думаю, немножко не нравится налог ну как бы, то, что там 307 лошадок ну и тряпочная крыша еще такого кабриета ни разу не было а в основном у меня крыши были металлические хотя в Сочи вандалов нет варваров нет и дебилов тоже нет поэтому я думаю реально хочу себе опять для эмоций я понимаю, что потом будет тяжело продать я понимаю хотя нет, 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 как чужого и продал нормально я понимаю, что это немножко не то, что хочется всем но я понимаю, что это автомобиль, который в Сочи дарит просто обалденные эмоции, ребят поэтому я задумался вполне возможно может смогу уговорить Надю чтобы ее Кашкай мы как бы немножко продали добавил немножко денег и купил ей кабриолет Ford Mustang а вот такая же машинка была у моего папы только 56-й регион тоже 364-ки ПКК потом мы продали Лехе а Леха в свою очередь продал и купил квартиру в ипотеку а эти деньги ушли на первый взнос вот такие у нас страшные движухи не знаю загорелся я Ford Mustang хочу либо желтый ядовитый желтый либо вот красный такой вот фирменный цвет либо ту либо ту понимаю что непрактично понимаю что это ну блин ребят хочется знаете прям сегодня эта машина мне даже приснилось хочется Ford Mustang а все потому что вчера смотрел кино какое-то и в этом фильме увидел Ford Mustang и вот потом зашел в интернет начал смотреть и понимаешь наверное действительно есть у нас автомобили которые ну так скажем которые легенды это Ford Mustang это Геленваген это Jeep Wrangler это легенды они всегда будут актуальны они всегда будут в тренде они всегда будут востребованы это те люди которые покупают данные автомобили говорят о том что у этих людей есть вкус в общем загорелся я Ford Mustang и знаете что вы заметили как я стал легче дышать я загорелся и сейчас бегу думаю об этой машине и при этом мне даже стало бежать легче понимаете потому что те хорошие вещи которые есть которые вас окружают они реально вам помогают говорю я прям сейчас начал разговаривать про Mustang у меня аж выкрыли в таком выросле никто нас не любит уступать в дорогу в таком выросле Размечтался и ушел в себя. Переходы. Значит так, Заречный район, туда дальше с вокзальными камерами. Пока бежал, уже были входящие звонки. Но я думаю, что люди, которые звонят в 8 утра, это, мягко говоря, фиры ненормальные. В субботу в 8 утра, я думаю, что это люди, скорее всего, страдающие аутизмом. Ну, сто процентов. В 8 утра звонить в субботу. А если я дома нахожусь, там, глядышком у меня, например, есть любимая девушка или еще что-нибудь. Что, давайте с вами тоже сейчас немножко снимем. Красота, ребята, посмотрите. Красота. Как же я люблю это место. Все, побежали дальше. Сигарет не будет. А? Сигарет не будет. Блин, какие ненормальные спортсмены. Да? Даже сигаретки нет. Чего бегут, спрашиваются? Сколько же машин стоит хорошенько. Просто жесть. Неужели они все должны были быть на линии? Посмотрите, сколько. Офигеть. Вся парковка ими забита. Хотя, вот, смотрите, да. Первый пошел. Офигеть, смотрите. Просто жесть. Вон, торговый центр Моримол. Одно из самых проходимых мест в Сочи. Потому что и с Лазаревского, и с Адлера, и с Красной Поляны. Все едут сюда за покупками, за красивой жизнью. Сходить в кино. Поиграть с людьми. Заняться творческим сексом. Блин, не про тот, не в ту сторону ушел. Короче, просто посмотреть кино. Здесь есть хороший ресторан, который называется... А я сбоку называется. А, вот. Байхан. Вкусно кормят. Относительно... Ну, как недорого, нет. Как и везде. Цены примерно одинаковые. Красота. Кстати, тоже есть маленькие детишки есть. Рекомендую сходить в трогательный зоопарк. Потрогать кроликов, крысенышей, коз. Подоить. На лошади подскакать. Хорошее место. Интересное. Я люблю животных. Поэтому люблю посещать такие места. Река Сочи самая красивая река в мире. Обалденно здесь. Тяжело становится бежать. Потому что потихонечку начинаем двигаться в горку. Почти 9 километров. Ну, такая нормальная утренняя разминка. Вот это тоже. Уфу, блин. Фу, блинфунасик! злая котяка Кра-со-та Время 9 Люди начинают передвигаться Воняет все свежей краской Ну и вот Теперь самое страшное в гору Но я думаю не смогу ее усилить